Украинская Православная Церковь исключила Великого Князя Владимирского, Суздальского, Александра Невского с лика святых. И теперь Александр Невский не является в Украине святым человеком. И вот в России люди на эту тему начали волноваться. Вот почему Украинская Православная Церковь исключила, убрала святость Александра Невского. Русские люди, которые проживают на территории Российской Федерации, россияне, они не понимают, почему это произошло. Но дело в том, что вот Александр Невский, я, конечно, не буду здесь читать лекцию по истории, я просто кратко расскажу, почему исключила, Александр Невский не совсем нормальный человек. Александр Невский это страшный человек, это убийца, это насильник, это предатель, это, можно сказать, даже предатель, который своего отца предал. Это предатель, который предал своего родного брата. Это человек, который недостойный быть христианином. Ну, вполне возможно, что он даже никогда не был христианином. История жизни Александра Невского, она непонятна. Дело в том, что вот история четко нам не рассказывает, кто такой Александр Невский. Вокруг Александра Невского существует мифология. А вот истории нет, такой яркой, четкой истории, четкого понимания, кто такой Александр Невский. Вот недавно в интернете вот появился такой фильм, видео о Лукашенко. И вот там в этом видео Лукашенко рассказывает, кем он был. Он там рассказывает, я был, играл на баяне, пограничником я был, журналистом я был. Вот кем он только не был. Ну, то же самое происходит с Александром Невским. Александр Невский был всем. Александр Невский был князем Киевским великим. Александр Невский был также великим князем Владимира Суздальским. Александр Невский много раз, многократно был князем Новгородским. Кем только не был Александр Невский. Александр Невский был в Орде, в другой Орде был, где он только не был. Получается, Александр Невский был везде, но в реалиях он нигде не был. Александр Невский не был в Киеве, его ни разу никто не видел в Киеве. Нет даже ни одного документального подтверждения, что он здесь был. Александр Невский, возможно, тоже никогда не был в Новгороде Но был в Новгороде, когда он воевал там, в Новгороде Когда захватывал Новгород, тогда он там был Когда собирал дань в Новгороде, тогда он там был А так он не правил в Новгороде Александр Невский, возможно, нигде не был, кроме Орды Александр Невский служил Орде Александр Невский, как его родители, предки его А предками Александра Невского, как известно, был Юрий Всеволодович, это его дядя. Ярослав Всеволодович, это его родной отец. Эти люди предали свое государство, а у них было государство, которое называлось Великое княжество Владимирское, Суздальское. Вот эти люди, они управляли этим своим государством. И вот они предали это государство и стали служить хану Батыю. И вот в залог за верность своей службы, что они будут верны хану Батыю, они отправили маленького Александра Невского, который еще в то время не назывался Невским, просто Александр. Его отправили далеко-далеко к хану Батыю. И он находился при хане Батыя, воспитывался там при этом хане. А эти люди, эти вот князья Юрий и Ярослав Всеволодович, они воевали на стороне хана, воевали против Киевской Руси, воевали против Европы, посылали своих людей туда воевать. А эти люди, они служили верно хану. А вот когда уже прошло какое-то время, Ярослав Всеволодович был вызван в ставку хана, и вот в этой ставке он был убит. Его хан убил. Хан посчитал, что все-таки Ярослав Всеволодович недостаточно верный. И возможно при убийстве вот Ярослава Всеволодовича, сын отца Александра Невского, присутствовал сам сын, потому что сын находился в Орде. Сын, когда жил в Орде при хане Батыя, он подружился с сыном хана Батыя с Артаком. И вот он стал кровным братом с Артака, и верно служил дальше он хану. Он верно очень служил хану, что даже вот заручился его поддержкой. Он наклеветал, оболгал своего родного брата Андрея, который был в свое время правителем Великого княжества Владимирского-Суздальского. Он оболгал своего родного брата и попросил хана, чтобы хан дал ему войска. И он с отрядами вануло-татар пошел на своего брата. Брат там пытался сражаться с ним, проиграл битву и сам бежал от Александра Невского. Бежал далеко-далеко в Швецию. Александр Невский довольно сомнительная личность. Александр Невский, он преследовал жителей Новгорода, преследовал свой народ. Народ, который, его народ, который проживал Владимира в Суздальском княжестве. Он свой народ преследовал. Он также преследовал народ Киевской Руси. То есть он нападал на народ Руси. Собирал дань там, пытался собирать. Собирал дань в Новгороде. То есть Александр Невский верно служил хану. Но вот Александр Невский никогда не был великим князем Киевским. Александр Невский, возможно, тоже никогда не был князем в Новгороде. Это все неправда. Это все ложь. Александр Невский никогда не участвовал в битве на Чудском озере. Вот такой битвы просто никогда не было. Это неправда. Это тоже ложь. Это биф. Вокруг Александра Невского существует большая мифология. На самом деле Александр Невский это житель Золотой Орды. Он житель Золотой Орды. У него была вера Золотой Орды. В то время там хан Баты исповедовал язычество. Возможно он был язычником. Возможно он принял ислам. Потому что в то время уже внедрялся ислам очень сильно в Золотой Орде. Возможно Александр Невский исповедовал ислам. Но Александр Невский вряд ли был христианином. Он далеко не был христианином. Он был жадный, жестокий человек. Но человек который готов совершать преступления. И он эти преступления совершал.